Всем привет, это обычный школьник с базовыми знаниями про девайсы, то есть это Вишип и добро пожаловать на МЛФ канал. А сегодня мы поговорим про наушники Artor Temple, как же я мог обойти их стороной. Сразу скажу то, что вы можете подписаться на мой телеграм-канал, и только там вы могли узнать то, что этот ролик и последующие два ролика я монтирую в полевых условиях. И да, я думаю, что вы всё правильно поняли. Все эти три ролика будут озвучиваться микрофоном с наушников Fifine H6. Да, это сток. И не переживайте, по поводу этих наушников, на них тоже скоро будет обзор. Давайте начнём с цены этих наушников. Сейчас, я знаю, если они стоят 3600 рублей. И в момент выхода они стоили 3600 рублей, что не может не радовать. Чёрная версия стоит абсолютно столько же. Когда я первый раз увидел эти наушники, продающиеся в ДНСе, то есть когда они только вышли, я сразу подумал, чё, 3600 рублей, а где подвох? А подвох ждал прямо из коробки. Но давайте не будем торопиться с выводами, посмотрим, что у них в комплектации. Встречает нас очень сильно коробка. Следом за коробкой нас встречает тот самый пластик, в котором лежат ещё какие-то предметы. А именно, сами наушники и комплектный микрофон. Кстати, за ветрозащиту респект. Реально круто. Дальше в комплекте у нас идёт какая-то туалетная бумажка. Ну да ладно, выкину её. Дальше у нас в комплекте идёт полиэтиленовый пакетик, в котором лежит Type-C кабель для зарядки и донгл для подключения радиоканала. Кстати, когда вы его воткнёте в комп, он будет нереально круто светиться. Что скажу по первым впечатлениям, наушники реально качественные, добротно сделанные. Мягкое головье, намного мягче, кстати, чем на 435. Не менее мягкие амбушюры. Кстати, когда я первый раз их увидел, я подумал, что это какая-то очередная копия 435. Кстати, так и есть, но эти наушники лучше. По поводу звука, тут всё отлично. В прошлом ролике я говорил, что тут перебрялись с басами, но, как показала практика, тут довольно хорошие басы. Я не аудиофил, но скажу то, что звук тут очень хороший. Басы оказались не настолько уши режущие, и мне звук даже зашёл. А по поводу сравнения с 435, кратко могу сказать, что тут намного лучше динамики. Конечно, я понимаю то, что звук это субъективно, но по шкале игромана, я, видимо, мазехист. Я люблю, чтобы было побольше басов. Дальше давайте затронем вес этих наушников. Ведь эти наушники весят рекордные 105 грамм. Да, раньше я думал то, что 435 весит рекордные 165 грамм, но... Нет. Я говорю про вес наушников без микрофона. С микрофоном они уже будут весить чуть побольше. Дальше по сравнению с 435 идёт оголовье. Тут оголовье намного толще и намного мягче. Тут есть какая-то обивка, что ли, и это ощущается реально приятно. Дальше могу сказать по поводу отвала радиоканала у 435. Ведь за эти наушники придётся переживать поменьше. Потому что, во-первых, они не стоят, напомню, 3600 рублей. И в любом случае, в ДНСе гарантия год, а то и два. Так что вы сможете спокойно прийти и сдать эти наушники по гарантии. Кстати, по-моему, я это первый человек, кто говорит такое на ютубе. Но Fantech Tamago делали абсолютно такие же наушники. Но за 5100 рублей. Спасибо человеку в отзывах из ДНС, что я такое увидел вообще. По поводу регулировки размеров головы этих наушников. Я скажу то, что тут регулировка очень тугая. Она не просто тугая, она самая тугая, которая была вообще в наушниках за всю мою историю. Это вроде как бы и плохо, но с другой стороны хорошо. Они у вас не сломаются, в отличие от тех же самых барракуд. У барракуд вот это крепление, оно как раз таки и ломается очень часто. По поводу автономной работы, эти наушники за 3 дня разрядились всего на 3. То есть, за 10 дней где-то вы сможете эти наушники и посадить. Ну, в теории. Точных данных по поводу процента аккумуляторов нет нигде. Потому что у этих наушников пока что нет софта. Кстати, по поводу первого включения этих наушников. Вы можете столкнуться с такой ситуацией, что у вас наушники не подключаются. Но для того, чтобы их подключить, достаточно нажать 2 раза кнопку включения. Тогда включится игровой режим, то есть там, гейминг мод. И тогда уже эти наушники подключатся к ресиверу. Кстати, интересный факт. В ДНС эти наушники отображаются как не игровые. Что странно. По поводу самого микрофона в этих наушниках. Он звучит по-разному. А именно, в проводном режиме и беспроводном. Естественно, в беспроводном режиме он будет хуже, чем в проводном. Но и так и так, этот микрофон такой себе. Мне кажется, что да, для Дискорда пойдет, но для стриминга точно нет. Решайте сами. По поводу теста на скручивание этих наушников, они прошли успешно. Корпус довольно гибкий и хорошо гнется. И мой нереальный тест эти наушники выдерживают. Так, а что же по поводу конкурентов? По поводу конкурентов в этом ценовом диапазоне я вам ничего не посоветую. Да, исход был неочевидный. Ведь за 3600 рублей вы получаете довольно хорошие наушники. И это реально конкурент 435. Ведь у них намного лучше оголовья, сами динамики. Ну, я про басы. И, собственно, абсолютно такой же функционал, как у 435. Ведь эти наушники могут работать как и от провода, так и от беспровода. Ну, еще и по блютузу. А кнопки на корпусе абсолютно скопированы с 435. Они идентичны. Но все же у этих наушников есть один минус. И да, я про эту китайскую подвальную женщину, которая озвучивает вот это все. Надеюсь, что это огромное недоразумение со стороны ордоров. И это все можно будет пофиксить в софте, что маловероятно, конечно, но да ладно. За такую цену можно не смириться, в принципе. Ну что ж, на этом все. Конечно, я мог бы посоветовать там какие-то проводные наушники, но сейчас мы рассматриваем без провода. Подписывайтесь на этот YouTube-канал, подписывайтесь на мой Telegram-канал, чтобы не пропускать новых роликов и следить за всеми новостями. Всем спасибо за просмотр. А саунд теста не будет, потому что это наушники. Увидимся в новом видео. Субтитры сделал DimaTorzok